Всем привет! Китайская империя продолжает идти к мировому господству, ее император Алексей Халецкий говорит с вами, мы осаждаем Краков. Но если вы вдруг не видели, как к этому мы пришли, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в правом верхнем углу. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, во вкладке сообщества, спасибо вам за поддержку. Но вот видите, бывшие польские города меня не поддерживают, не становятся спонсорами канала, а отваливаются по лояльности, правда еще хода 3 Варшава поддержатся, а в это время мы начнем, пожалуй, обстреливать. Блин, почему я не могу обстрелять? Вот объясните мне, почему я не могу обстрелять Краков сейчас? А, потому что тут холмы, блин. Полностью Краков в холмах, это просто трындец. Просто трындец. Так, ну придется так делать, к сожалению. Ну, заодно торговый путь ограбим, правда. А вот и Курити бы стала отваливаться. Обратите внимание, как только мы перестали иметь культурный союз. Курити бы. Курити бы. Продолжение следует... Ну, тут зона контроля мне не особо нужна, прямо скажем. Так, поскакала кавалерия. Куда? Построил стены, сразу куда-то арбалет отсюда делся, видите? Ну, я хочу Акведук в Гданьске все-таки здесь построить, я думаю. Давайте сейчас рынок достроим. Давайте здесь убираем. Так, гавань в Шиньяне готова. Маяк. Тут мы картографию открыли за счет двух версий. Ну, все, открываем индустриализацию, нам фабрики нужны. Хотя там, знаете, астрономия бы тоже не помешала для ускорения колониалий. Ну, ладно, национализм сначала. А тут, в любом случае, сначала индустриализация мне важнее, потом астрономия. Ну, вот так вот выглядит игра в шестую силу против компа. Вы строите вначале армию, то есть вот я просто часто пишу, что вот я не могу на божестве, там на меня со всех сторон нападают вначале, все выносят. Вы вначале строите армию и проходите с ней сквозь все эпохи и стараетесь не терять юниты, чтобы вам не приходилось армию строить там в Средневековье, а в Средневековье вы уже начинаете строить районы. И за счет районов, в общем-то, и... Так, доделаем тут. Я думаю, торговцы. И за счет районов уже догоняете компьютер, который в это время... Вы обратите внимание, что у компьютера, например, вообще практически не прокачаны юниты. Вот давайте посмотрим на юниты Александра, который со мной воевал, там еще там с кем-то воевал. Вот, два гитайра с одной прокачкой и все. Кого мы еще видим? Ну, у Польши вообще все юниты у нее просто новые, она постоянно их строит, ничего кроме этого не делает. Жалко, вот я другие не могу посмотреть. Ой, уже ли свалил от меня? Е-е-е, Голландия! Отвалил от меня. Варвар. Давайте у Голландии попросим... Проход. Так, во-первых, у нее есть тут ресурсы, но у меня нечем с ней торговать. Давайте право прохода. Я тебе даже готов... Видите, вот железо и лошади ей не нужны. А вот... Селитру она, наверное, с удовольствием купит. Вот так, за право прохода. Отлично. Пойдем гулять дальше. Бежим сюда к кавалерии, чтобы... Корпуса сделать. Видите, я даже кавалерии немножко поатакую этот военный лагерь. Просто вот повышение получить. Ну, мне кажется, не имеет смысла вести эту бомбарду. По той простой причине, что я ее никуда не могу тут всунуть. Я буду двумя бомбардами сейчас работать и наземными юнитами уже Краков как-то пытаться захватывать. Так. Университет, верфь. Ну, тут уже пора, конечно. О, венецианская. Ух ты. Блин, ну меня обгонят же компьютер. Чего мне строить венецианское арсиал, если меня обгонят? Ну, знаете, просто театралочку вот где-нибудь в пустыне построю. И успокоюсь на этом. Тут пока стоим, ждем, когда добавится эта клетка. Так, еще спионерили деньги. Ведение диверсии, контрат, суббековать скандал. Давайте суббековать скандал. Может быть, когда я перекину его в какой-нибудь... В какой-нибудь город-государство, который мне... Ну, пока тут особо... Ну, Антонарива крутой, но мне лично он... Ой, слушайте, я забыл совершенно, что я поставил. Или я не поставил. Я не поставил. Блин, я ставил первого посла, чтобы в Лиссабон... Короче. Давайте мы... Блин, 250 золота. Это слишком много. Ладно, дождемся уже национализма. Надо в Лиссабон отправить послов. Как минимум. Так, древние стены. Ну, тут особо... Видите, уже очень долго все строится. Ну, давайте строителя поставим. Варшава отвалится по лояльности просто. Виктор в Варшаве. Трачивает лояльность. Вопрос еще вообще, успею ли я... В золотой век. А, ведите свой народ к славе. Веду, веду. Вот, блин, знает кого обстреливать Польшу. Обстреливают мне бомбарды. Что, конечно, очень неприятно. Ну, Краков очень тяжело берется. Я его возьму. Я его возьму. Ну, тяжело. Реально. Но, с другой стороны, это последний камень преткновения. Как я и говорил, что мне, наверное, потом можно будет Люблин взять, который... Уже такой не особо город. И на этом заключать мир с Польшей. Ну, отличный. Отличный этот достался. Я его даже, наверное, сразу использую в столице. Ну, просто пускай будет уже фабрика сразу там. Причем, прикол, что она неужели она вот сразу работает? Даже несмотря на то, что мы нет... Да, работает фабрика. Прикол. А почему она сразу 8 производства дает? У меня же в воде нету энергии. Это просто так, пока в начале хода так. Так, я, пожалуй, отойду, чтобы он не захватил рабочего. Так, ну, смотрим, как тут обстреливают. Ну, бомбардой хорошо обстреливается. Тем более, тут еще я смогу апнуть. Ну, полечить немного. Нормально. 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 Ну, нельзя, ну, мешается этот район. Что поделать. Три хода. А мы все равно выкупим. Мне надо торговать. Во-первых. Во-вторых, еще одна клеточка с культурой. Так, у меня два шелка. И я встретил Голландию. В Голландии что-то было. Вот меха, например. Шелк у нее нету, да? Да, отлично. Шелк на меха. Очень хорошо. Как только становится удовольство плюс три, значит, я еще один ход выиграл, считайте, вот этой торговлей. Пока Варшава не отвалится. Так. Из Лодзи у нас все бегает. Эти доступные пути максимальные. Из Тайюаня в Александрию. Из Гданьска в Александрию. Ну, Гданьск отваливается, а вот из Тайюаня можно отправить. Я просто не могу атаковать Краков отсюда. Тут вот холмы вот это сплошные. Это... Это очень-очень неприятно. Пора уже арену. Хотя, с другой стороны, арену тут плюс четыре счастья. И он не будет... Пока арену давайте отложим. В Гданьский рынок. Ну, что я могу повысить славянность? Только посадить большой юнит какой-то. Я не хочу этого делать. Это просто войну академию тогда. Побежали по Голландии скакать. Мне бы еще города-государства найти, а то только три города-государства как-то совсем грустно, вам не кажется. Так, сколько мне надо очков до нормального века? Еще 14. Ну, прилично, конечно. Ну, во-первых, у меня мой уникальный юнит еще не построен. А все, он даже уже недоступен, да? Ну, это странно. Да, все, я его уже не могу строить. Ну, потому что я полевые пушки открыл, куда он апается. Блин, ну... Раньше мне его не было смысла использовать, а сейчас он бы мне помог с четырьмя очками. Да ладно, что это? Но ей... Вообще, Голландии не нравится, когда с ней не торгуют. А как я могу с ней торговать? Она фиг знает где. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- в новостях промелькнула что россия судила недостойные действия персии так во первых я смогу так во первых давайте первого посла пока поставим и войска не но это все-таки плюс сто процентов боевого выпада для всех тоже конечно классно опять же у меня не все прокачаны вот зачем мне сейчас да это ставить тут я поставлю при поражении юниты теряет на 50 процентов меньше боевой мощи пока так теперь значит отправляем в лиссабон до 3 доведем пока так дальше хочу есть как вообще россия со всеми не даже есть с кем-то друг с польшей россия дружит с польшей ничего себе вот это поворот да так ушел тут следующим ходом варшава отваливается так здесь апгрейдим здесь продолжаем стрелять 10 мне кажется убьют этого мушкетера к сожалению блин больно краков уж мне тут купить бомбарду 160 но сделать корпуса бомбардами как бы приятнее будет атаковать и и и и и и Играет музыка. Так. Краков полностью окружен, а вот взять его тяжело. Да, я бы, конечно, купил. Так, вот эту надо подводить уже. Бомбарду. Ну, сейчас подвинем, наверное, вот куда-то сюда ее тоже поставим. Но тут все равно холмы. Да что ты будешь делать? Давайте поторгуем с кем-нибудь. У кого тут много денег? У меня много денег, я смотрю. Так, у перса здесь 47, 200. Ну, молитв много. Обычно. Так. 10 селитры. Что-то не хочет он мне много давать. Хорошо. А если еще и 10 влияния тебе дать? Ха-ха-ха. Отлично. О, даже 150. 170. 170 много. 160 много. 155. Ха-ха-ха. А, ну, дальше не буду там особо. Так, это на одну бомбарду мне уже хватает, так? Ну, ладно, мне, наверное, хватит. Я уже буду тут как-то так подводить. Тем более, я убил этот военный лагерь. Можно. Он в Кракове не может, она не может в Кракове делать войска. То есть, он только внутри может стоять там и все. Меня это вполне устраивает. Так, национализм сделан. Давайте в естественную историю, наверное, пойдем. Так. В Сиане шпиона откроем. Доступные пути. Из Гданьска, из Вроцлава. Я бы, наверное, из Вроцлава отправил. Все, у меня, все караваны в Александрию. Все караваны ведут в Александрию. Заведовательно. Ну, теперь у меня шпионы получше будут работать. Так, кто у нас впереди по науке? Франция. Но я не вижу ни одного города Франции. К сожалению. Вильгельмина, Кир, Паундмейкер. О, слушайте, так я тут уже... Давайте к Вильгельмине, видимо. Вот только один город вижу. А тут даже научного этого нету. Хм. Ну, там Паундмейкер написано тоже, что неплохо. Давай-ка к Паундмейкеру. Не скажу, что я особо дорожу его дружбой. Брюссель не отваливает. Ну, там, видимо, героический век, да? У Перса, да? Театралочка. Слушайте, а может, у кого-то есть великие какие-нибудь произведения? Я бы купил. У меня такое ощущение, что кроме русского их не может ни у кого просто быть. Потому что все, да. О, слушайте, а там... Туризмом-то Россия победить не может совершенно случайно. Ну, пока... 0,80. А кто-то когда на втором месте... А, у Перса, как-то, дофига культуры тоже. Хотя, а у Перса? У Перса должны быть еще. Обломок креста за 10 селитра, нет? Ладно, не буду пока тут торговать произведениями искусства. Ну, мне бы тут кампус поставить или тут... Надо вырубать вот тут рис. И в Шиньяне скоро я смогу кампус тоже около правительственной площади поставить. Давайте во Вроцлаве тогда рабочего. Так, Косфордский университет Екатерина Медичи построила. Магнус Тайюани. Достаточно жилья в Лодзе. Давайте на производство. Котелось уже не утрачивает лояльность. Да и в Гданьске всего минус 3 десятых. Но Варшава... Варшава все-таки отвалится. Следующим ходом. Жаль. Жаль. Так, я хочу корпус сделать. С этой кавалерией и с этой кавалерией. Так, я боюсь, что меня мушкетерок раков убьет. Таки... Ну, я приму прям... Одно золото в ход. Это резонное требование. Просто, ну... За то, что я не очень красивый, наверное. Блин, 73 силы. Ой... Тяжеловато. Так, вопрос в угле теперь. Есть ли у меня уголь? Раз уголь под... Раз уголь под, я так понимаю, к ведукам зашибись. И два уголь... Вот тут надо его обработать. Отлично. Так, из в рот слова отправляем. Ну, и злодзи, видите, пишут тоже. Из Чэнду и из Дьяо Дуна. В общем, в Александрию Троатскую. Пидну. Еще из Чэнду надо отправлять. Так. Так. Что ж мы тут будем делать с Краковым? Ну, продолжать обстреливать, это понятно. Может, пока обстрелять все равно. Просто откладывание обстрела, это откладывание захвата. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маршалу я заберу DimaTorzok Это не проблема Краков тяжело берется Это проблема доступа конечно к нему Ну пойду тут эти юниты обстреливать Тогда Этой пушкой раз мне тут больше некуда Сунуться Так Тут все улучшаем города Это все вложение В будущее А вот и колосс кстати С маяком В ватовом море Красиво Красиво так Друг Напротив друга стоят Ничего не могу сказать Красиво Голландия все построила Только спрашивается Зачем рядом с великим маяком Еще обычный маяк Но Кто я такой Чтобы мешать людям творить Больше маяков Хороших и разных Удивлен что еще в Бреде Третий маяк не поставлен Просто чтоб Вот все велики Тем более в таком В таком маленьком море Знаете где тут просто Ни хрена не видно Давайте как можно больше маяков сунем Так Все они Доделаем Шпиона Построим угольную мастерскую В Чиндо амфитеатр завершен Давайте Фабрику Так Тут я хочу колониализм Пока отложить Пойдем в урбанизацию Хочу сначала Чтоб Ну Ускорена была астрономия Так Тут маяк завершен Верфь Фабрика В Лодзе есть еда В Гданске Вот тут кстати Можно чисто на производство Переключить Да Отвалилась Лаянность Ну давайте Виктора Где у нас Ну в Гданск Наверное Пока надо Лодзь Минус 4 Да Давайте в Гданск На дорогу Поставил Чтоб быстрее Бежалось Краков не восстанавливается Потому Ну вообще на самом деле Кракову надо вот этот юнит убивать Тогда он снимет осаду Но Он обстреливает Как видите Бомбарды Он даже не атакует Что тоже правильно Наверное Не атакует Мушкетером Ни один из моих Потому что он выйдет И уменьшит силу Ваш народ Ленив и бесполезен Хм Надо Пометочку рядом С Францией сделать Что она обзывается И пойти Разобраться Чуть попозже Так Ну что Сейчас мы Обстреливаем Краков В любом случае Хотя Вот эту бомбарду Мне убьют Скорее всего Следующим ходом Ух ты У него уже стрельцы И пикинеры Но нам все равно Тут надо стоять Чтобы он Подойти Не смог Давайте Наверное Сделаем вот так Теперь мне надо Сюда Мушкетера Поставить Сюда А сюда Бомбарду Даже Про такой Все Следующим ходом Краков Должен упасть Даже Если Мне одну Бомбарду Уничтожат Мне Еще одной Точно Хватит Тем более Вот я Еще и Четвертую Подвожу Так Поскакали К Варшаве Тем более Что там Сейчас Будет Польша Ее Тоже Атаковать Зачем Давайте Впедну Не так Сильно Уже Нужны Деньги А вот Производство Неплохо Будет Стоим 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 Обработали Так Ждем Опять Ж Ищем Источники Высажусь Наверное Сейчас Следующим Ходом Мне бы Где-нибудь Синю Синий Город Государства Найти Я никак Не могу Улететь Пока Потому что Не могу Науку Раскачать А Тут уже Есть Работничек Ладно Так Вот Эту Клетку Не имеет Смысла Обработать Можно Вырубить Лес Но Ее Нет Смысла Обработать Потому что Ни один Город За нее Не дотягивается У меня вопрос Убьют ли Мне эту Бомбарду Или Мушкетера Он Должен Бомбарду Конечно Атаковать Краков Я имею Ввиду И Не Убил Никого Ну Здорово Красиво Шампанское Нарисован Да У нее в бокале Ваши люди Жаждут Познания И красоты Но Вы Гнушаетесь Наукой Искусством Отчего Охренеть Вот У Екатерины Медичи Она Бухарик Тут В игре Что Я Гнушаюсь Я Один Из Лидеров Просто То Что Я Отстаю От России Да Это Есть Ну Просто Он Нравится Тех Россия В игре Не Нравятся Те Цивилизации Которые Отстают От нее По Науке И Культуре Крупнейший Город Достигли 15 Жителей То Мы Ускорили Благодаря Этому Колониализм И Урбанизацию Ускорили А колониализм Потому Что Астрономию Открыли И Паровой Двигатель Еще Ускорили Так Значит Здесь Возвращаемся Нужна ли Строительная Инженерия Прям Сильно Ладно Давайте Строительную Инженерию Да Открываем Потом Естественную Историю Пойдем Потом В урбанизацию Вот Так Сделаем И Потом СМИ Ну Время Захвата Кракова 1420 Год Ей Так Ремонтируем Монумент Амбар Потом Военный Лагерь Так Ладно Не хочу Пока Рабочего Терять Я Наверное Буду Обстреливать Польскую Армию Они Мне Больше Не нравятся А Варшав Так Нам Надо Варшаву Захватить А Сильно Ли Отваливается Краков Теперь Скажите Минус 1,7 Это Вообще Лечимся Поскакали Наверное А Бедному Рабочему Деться Некуда Хорошо Его Еще Не Накрыло Извержением Лечимся Я там Тут Высажусь Пускай Меня Легница Обстреливает Сколько Городов Осталось У Польши Тарнуф Люблин Легницы Иродом Люблин Я Захвачу То есть Тарнуф Ну Я бы Хотел Чтобы Это Их Захватил Кри Конечно Так Я Здесь Хочу Во Вроцлаве Кампус Видимо Сюда Поставить Надо Передать Эту Клетку Да Тут Плюс Три Пока Туда Доберется Давайте Монумент Построим Или Фабрику Давайте Фабрику Начну Фабрику Фабрику Пойду это вырублю, чтобы не мешалось. Так, в Кри отправили. Ну, давайте теперь в Голландию, какой-нибудь нормальный город. Блин, опять же, мне сначала прокачать надо. Понимаете же, что в городах, где нету тыренья, да, негде прокачивать. Ну, тут реально озера. Вот у меня моя территория больше на Пангею похожа. А там озера. О, не я, не 528 золота. Отлично, значит, туда. Ага, в Люблине стены тоже есть. Поехали. Включение технологий мгновенно обосновывается вероятность побега выше. Эти мгновенно обосновывается. Мне как раз это хорошо для городов-государств будет перебрасывать его туда-сюда. Так, фабрика. Угольная электростанция. Вот, я уже до нормального века добрался. Сколько? Я думаю, что в героический я выйду. В героический я тут выйду. И я думаю, мы пойдем в химию. Вот это разница игры с компом, а не с людьми. С людьми, если вы пойдете в химию, вас захватят на самолетах. На любом юните, на самом деле, тут что линкорами могут приплыть, что чем угодно. Остальным с компом, это единственный шанс побеждать на божестве. Потому что, ну, с кого мне самолетами захватывать? Ну, серьезно, я уже не переварю. У меня больше, выше крыши, на самом деле. Я и так тут уже хорош по очкам. Я отстаю немножко по очкам, только потому что они чудеса строили. Поэтому мне надо выходить в химию. И за счет науки просто вылетать. Ну, пока дефицит энергии, я думаю, у меня будет достаточно энергии в дальнейшем. Ну, и на этой радостной ноте захвата польской столицы. В общем-то, мщение, вот ощущение того, что мстя сбылась. Я думаю, я закончу эту серию. Продолжение завтра. А если вы спонсор канала, то вы можете его посмотреть сразу во вкладке сообщества. Китайская империя, конечно, по-моему, молодец. Молодец я, Алексей Халецкий. Но впереди еще много трудностей. И больше всего меня беспокоят, во-первых, ненайденные лидеры по науке. А вот и нау... Ну, я кого-то нашли мы. Е-е-е. Сейчас посмотрим, она ли лидер. Так, и строительную инженерию еще открыли. Так, общая. Вот ненайденный лидер по науке. Это вполне может быть Корея. Но, с другой стороны, я других лидеров практически догнал. То есть, видите, 41, 41 наука, 40... Технологии, в смысле, 40, у меня 39. Очень неплохо. Помните, я где-то, буквально серии 2 назад, где-то вот тут был? Отлично. Но, с другой стороны, культура у меня низковата. Смотрите на Россию, 116, 224. На Персию, 139, 200. Нубия, кстати, неплохо. Голландия. То есть, тут еще борьбы очень много. Но главное было это захват Польши. Вот этот захват Польши. Даже, смотрите, тут нам горы мешают. То есть, я бы захватил Варшаву и Люблин, и все. Вот эти остальные города, они бесполезны. Я думаю, что они даже будут отваливаться по лояльности в дальнейшем. А вот это, видите, тут даже Краков уже даже без губернатора держит лояльность. Отлично. Так что, продолжение завтра. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok